Сегодня в московском районном суде вынесли приговор организаторам крупной игорной сети. Начало подпольной империи было положено в 2012 году. За это время осужденные заработали примерно 338 миллионов рублей. Мария Никифорова о том, какое наказание назначил им суд. На этих кадрах оперативной съемки один из 19 подпольных игровых салонов. Делать бизнес на азарте пришло в голову двум чебоксарцам в марте 2012 года. В течение двух лет они тщательно подбирали сообщников. Бухгалтер, юрист, системный администратор, отдел кадров. Все обязанности так называемых сотрудников были четко распределены. Подпольные салоны действовали под видом интернет-кафе, букмекерских контор, лизинговых центров. Все они были оборудованы системой видеонаблюдения, что позволяло злоумышленникам контролировать деятельность салонов, а также не впускать туда незваных гостей. По подсчетам полицейских, за годы работы нелегальный игорный бизнес принес владельцам 338 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела о незаконном игорном бизнесе руководители этой группы собрали весь персонал подпольных игорных заведений в одном из ресторанов города Чебоксары, где дали им указание являться на допросы к следователю только с конкретными представителями и отказываться от дачи показаний. За несколько минут до начала оглашения приговора обвиняемые были в приподнятом настроении и вели себя даже вызывающе. Видимо, были уверены, никакого серьезного наказания не последует. Однако приговор поверг их в шок. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, со штрафом доход государства в размере 800 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Все 10 обвиняемых получили наказание от 2 до 3,5 лет лишения свободы с выплатой штрафа. Пока шло следствие, все обвиняемые находились под домашним арестом. Однако этот мужчина заработал себе оттягчающее обстоятельство. Сел за руль в нетрезвом состоянии и попался сотрудником ГИБДД. Кроме уголовного дела он стал фигурантом еще и административного, причем наказание, по его мнению, назначили слишком суровое. Два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в полмиллиона рублей. Потому что не виновен. Вы считаете себя невиновным? Не надо ко мне подходить. Приговор еще не вступил в законную силу, обвиняемые намерены его обжаловать. Мария Никифорова, Светлана Познякова, Вадим Владимиров, Виктор Степанов. Вести. Чебоксары.